Всех с добрым утром, давненько не выходил на связь, сейчас вам все расскажу. Так, в первую очередь заводим машинку. Так, опа, 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 а ну, вот что, выделывается с утра. Вот, вы видите, только немного холодно. Машинку завел, потому что она, видите, у меня что-то немного стеснительная. Так, сейчас по очереди вам расскажу. Короче, вчера поменял резину. Новая резина у меня уже, видите, есть на новых коньках. Заднюю резину хозяин не менял. Получается, задняя теперь у меня на 14. Не, передняя на 14, а задняя на 13 осталась. Так, на часах он у нас уже 7.34. Вчера я, получается, проехал 134 километра. Так, еще раз всем привет. Сейчас так вкратко вам пробежусь. Короче, в пятницу я ездил на село. Ездил на село. В пятницу поехал, то я, короче, в пятницу, сколько это? Два зак... Не, брешу, три заказа только сделал. Вот. Где-то уже в районе обида. Короче, я был дома. Поехали на село. На село, конечно, долго выбиралися з Киева. Мне ехали туда в Сумскую область. Короче, через Дружби народов ехал, через центр. Ну, вроде бы через центр більш-менш проехал. А тоді, как встал в районе Дружби народов, там, конечно, печалька была. Ну, прорвалися. З горем по полам успели до комендантского времени. Ну, вот. Потом назад верталися в неделю. В неделю. И сколько это? Наверное, где-то в 6. Ну, в 18. 20 или 25. Короче, как встали в Пирятине. В направлении Киева. Там вот есть мост. И, короче, перед этим мостом, там на мосту, получается, была авария. Вот. И вот самого этого базара я стоял. Короче, час 40 по времени. Там фура з легковой была, ударилась. И потом еще перед самым Борисполем. Перед самым Борисполем. Тоже была авария. Фура йшла на розморот. На джипе, короче, под фуру залетів. Ну, то такое. Не будемо грустно. Так. И давайте по поводу вчерашней работы. Получается, в понеделок я, как приехал, сегодня у нас уже виходит что? Середа. Да. Середа же правильно. Ну да, середа. Короче, в понеделок я приехал, я считаю, ничего не делал. Вот. Вот. У ввторок, отож, хозяину сказал по поводу... Понеделок уже сказал хозяину по поводу резины. Ну, написал ему, короче, денежку скинув за машину. Написал в Вайбере, что, скажу, в связи с погодными умовами, я выезжать не буду. Вот. И этот, выехал я вечером где-то начало сьомого. Первый заказ я взял... А куда я взял первый заказ? Сейчас вам скажу. Первый заказ. А! Первый заказ я взял на Оболонь. Потом там по месту. З Оболоня я взял на Кондратюка. З Кондратюка я опять взял на Оболонь. Потом, короче, я психонув з Оболоня взял з двома адресами. Один в центр, другий в гору. Под Борисполем. Там просидів пів часа нічого немає. Уже було почти... Там десь без 15.10 я, короче, психонув, поїхав на Київ. Ну, болта щось включив. Ну, вы знаете, как болт всегда, когда ставишь додому, там кидаешь такую дискотеку, что мама дорогая. Вот. И... Я, короче, аж по уклону поставил. И взял я уже аж на Березняках. На Березняках взял на Академгородок. Пять... Четыре десь километра подача была. Ну, тоже люди цікавые. Уже, как раз, было десь, наверное, минут 20. Одиннадцатого года. Тем более, вы же видите, где я еду. Приехал, короче. Чтобы вы себе представляли, я пять с чемось минут уже платного времени ожидал. Винесла, короче, барышня. Там пакетика мне дала. И так само приехал я на Академку. Було уже где-то 55 или 56 минут. И еще минуту с полтора подождал. Сейчас покатаемся. Будем надеяться, что работа сегодня с утра будет насыпать. Так что всем, друзья, приятного просмотра. Не переключайтесь, пожалуйста. Додавите видео до конца. Так, сделал я первый заказ. Переехал, взял на Петропавловскую Борщеговку, там в районе озера, в частном секторе. И привез сюда вояку на Котельниково. Цифра, я вам скажу, така. Більш-менш, как дается в центр. Ну, взял, правда, с эфира по уклону. Сейчас стоим на Котельниково. На часах у нас уже 8.05. Так, друзья, пару заказов уже поделали мы. На часах у нас 10-12. И всегда, как я говорю, это везешь пасажира в центр. Это ты не заработаешь, а выручаешь. А чего? Потому что в центре ты ничего уже не возьмешь. Сейчас на Больварно-Кудрявске. Сейчас спущусь сюда вниз на проспект. Ну, скажу, работа более-менш, так знаете, нормальная была. Первый заказ такой хороший был. Потом, в основном, вся работа у меня йшла по болту. Уклони я даже не успевал их включать. Сразу по району мотался. Потом уже выехал сюда на Лобановского. Из Лобановского на Борщаговску, да, на торговый центр. Вот и оттуда это взял на Больварно-Кудрявску. А в центре же сами, знаете, нема где стоять. Я так натопил, как одна барышня сила, скажу, вы так натопили. Ну а я, скажу, как день катается по любому, так и надо, чтобы только натапливать. Кстати, если вдруг кто-то не знает, в болту появилась такая функция, нещебродская. Тарифы, короче, меньше маршрутки, стоимости маршрутки. Так что будьте внимательны, когда запускаете приложение, у вас сразу, как зайшли в программу, с правой стороны такая машинка есть, нажимаете на машинку и выбираете этот тариф эконом. У меня какие тарифы там стоят? Болт, деливери и на перемогу на эти три приложения. Тварины я отключил, эконом отключил. Вроде бы и все. Значит так. Ну, сегодня я вам так сказал, чтобы сказать, что пробки, правда паренька вез из Семиренко на Житомирску. Думаю, поеду через это, по Котельниково сюда, как разворачивать. Не Котельниково, это Львовска. А нет, Котельниково, что я Львовска скажу. А там видно, что ДТП, что-то, короче, обратно развернулся. Я выехал на окружную, на проспект. А то я как раз его только высадил и сразу взял заказ на Лобановского. Так, а мы с вами уже возле цирка. Універмага Украина. Работаем. Нахожусь я уже на Кондратюка. З Академгородка сюда приехал. Повиставлял уже, короче, додому. Что-то я уже задовбался, блядь. О, сука. Ось их пасажиров возить, блядь. Та уже и есть хочу, честно говоря, я вам скажу. Надо ехать уже. Знаете, как-то дивился как-то в ТикТок, и один там еде. Ну и снимает, получается, трансляции. То он говорит, я так вот это. Заказов 10, каже, роблю, каже, и уезжаю, каже, додому. У меня это просто, каже, уже начинает просто, каже, дыхарить. Плюс ожидания, плюс самі ці пасажири. И, короче, все в кучу. Выставил направление дома, надеюсь, что что-то прийде. Это было по болту, кинуло меня на Троещин. Думал, сейчас поеду на Троещин, но я тут сейчас на Кондратюка возле больницы стою. А она, короче, навигация показывает, что надо опять выезжать сюда, на самого Кондратюка тута. Розкручиваться, разворачиваться. Вот меня в заказ думаю, ну я нахер. Там было что-то, 180 гривен по болту. Короче, не судьба, не судьба. Так что сидим ждем, что-то может, что-то будет веселее, слаще и надеюсь, что именно до дома. Не влево, не вправо, именно до дома. Так что держите за меня кулаки, а мы ждем заказа. Так, друзья, заехал на заправочку, я уже заправился. Получается газ 27,19, по скидке 26,59. Скриншот приложу. Получилось 10 с копейками расход. Ну, я думаю, это, наверное, расход из-за того, что я не работал, потому что заправился. Под домом сидел, прогревал и так телефона заряжал. Вот, то то оно так и взяло. Либо, может, что сейчас поменяли колеса, что у меня сейчас впереди 14 стоят, а сзади 13. Ну, посмотрим последующие заправки, что будет. Кстати, будьте обережны. Сейчас по всей Украине воздушная тревога, десь час назад она пролунала. Я, короче, с Кондратюка взял заказ на это, на салютную. По салютне поставил направление дома, но доехал до Святошина. Так ничего, как бы, не пришло, то я его и включил. Так что, едем домой. Едем домой. И, и, и. А вечером потом выйдем. Спасибо, друзья, что смотрели мои видео до конца. Не забывайте комментировать, ставить лайки, подписку, если вы первый раз у меня на канале. Подписка – это в первую очередь. Ну, всех обнял, пожалуйста. Удачи, друзья.